Появится ли гипермаркет Лента в районе остановки Пединститут или нет? Окончательное решение приняли награды строительным совете в мэрии. Напомню, территорию рядом с торговым центром Арзан руководство Ленты выкупило в 2016 году и уже представляло проект застройки. Однако при первом рассмотрении члены градсовета его отклонили. Чем на этот раз закончилось обсуждение? Ответы в следующем сюжете. Первая и главная причина сомнений по поводу строительства гипермаркета – напряженная дорожная ситуация в этом районе. Пробки на набережной Челнинском проспекте – обычное дело. Может быть, это не вина Ленты даже, но ситуация была таким образом, что у нас сегодня там очень затрудненный проезд, мягко говоря. И когда появится такой крупный объект с сотнями людей на автомобилях, мы просто вот эту середину города, центр города закупорим. Представители гипермаркета провели расчёт, согласно которому на площадку в среднем будут заезжать 2000 посетителей на автомобилях. И затруднённое движение будет только в часы пик. Другой вопрос – конструкции самого объекта. Некоторые архитекторы посчитали, что он испортит внешний облик местности. «Карусель», «Ашан», «Окей», любые такие подобные, ну наши, скажем так, ну как конкуренты или наши, да, вот ритейл наш, который у нас, они все прямоугольные. Это обусловлено не потому, что мы вот такие плохие любим прямоугольники. Это технологическая схема. Мы смотрели, какое отношение жителей в соцсетях по этой ленте. Ну, я так могу так приблизительно прикинуть, наверное, 50 на 50, но многие за строительство ленты. Участок продан, и итоговое голосование прошло в пользу застройщика. Предполагается, что лента появится в начале следующего года. Поддержали архитекторы и проект трёхэтажной автостоянки, которую должны построить на улице Шамиля Усманова рядом с Орловским кладбищем. Голосуем за всех. По проекту многоуровневый гараж рассчитывается на 100 машин и мест, расположится на месте плоскостной стоянки фирмы Автотехсервис и будет сдаваться в аренду. Ландыш Капранова, Радиганеев, Челны, 24.